вот подымался по склону нашел вообще чистое стекло представляете батарейка опять подзарядилась е-мое опять два деления было одно вообще стекло то оно должно сколоться блин но я хотел побольше отколоть всех приветствую друзья сегодня мы снова на этом хребте лангенштайн давно никуда не выходили тут там морозы были потом тут саксанхаль все заливало дождями сейчас опять неделя морозов было сейчас вот только первый день морозы на убыль пошли ну как бы снег еще немножко лежит но в целом тепло все хорошо и как бы по прогуляться то все равно хочется вот мы сегодня с ильей снова выбрались сделал я это куда делал это победит а вы дальше вот я сделал победит его и сверло она обычная но как бы с отбойником работает это победит на удар поэтому я его просто заточил острым со всех сторон и сделал ради прикола медное зубило подобие но в общем то я не знаю не хотел честно говоря делать но потом думаю да ладно что же сделаю вдруг есть люди те которые представления не имеют что такое медь что за материал ну и сейчас мы покажем как медь работает подходи это песчаник который уже ну принял какую-то твердость непонятную не по непонятным причинам он генштайн и там добавлю ссылочку где это уже показывал так медное пробуем где-то как стекло да ну все короче все вот что им с ним сразу вот я буквально несколько ударов сделал все медь медь практически ничего не сделала ну медью это я не знаю кто это вообще мог написать как такую бредятину может быть у меня еще появилась мысль если человек просто не знает что такое медь это писал или медью какой-то другой материал назывался тогда другой разговор давай теперь победит вам попробуем тут постучим подходи посмотрим как она работает медная и победитовая вот победитовая работает да и мы попробуем длинную длинную полоску сделать насколько она у меня ровная получится я вот просто держу и стучу вот но она ровная не получается победитовая конечно его скалывает как мы видим да все-таки я говорил это песчаник но невероятной твердости даже он победитовым сверлом его довольно тяжело скалывать это что-то но если в глубину чуть-чуть углубиться то она совсем не идет поэтому только под наклонами видите сколы можно какие-то делать если опять же видите колется как он просто где-то может сколоться как как вам совсем не надо поэтому что-то ровно сделать даже таким это ну почти невозможно и допустим на гранитах делаю тоже там все равно видно где ударная техника где какая-то резная техника и так далее ну а сейчас наверное мы ладно это это я буду с собой возить ну медная конечно я не буду возить собой смысла нету я думаю всем это понятно что вот три или четыре удара я сделал и все острия просто нету это материалы оставлю там не где-то может пригодиться а вот сделаю еще одно такое за сверло только побольше сделаю другую заточку более хитрую если мы куда-то поедем где у нас попадется еще гранит мы попробуем с этим сверлами по граниту поработать ну или а говорит он резал там можно это все да я знаю это можно я видел и там прослеживается о том же браунсвайке я видел где на граните надписи там видно что ударная техника и видно мелкие такие ну сколы короче их видно теперь мы пойдем сегодня по как мы с ильей последний раз забирались на верхней ярус туда где корка ну а стекленевшая со всеми показывал одну большую глыбу которая сверху стекло потом вот такая твердость идет а потом переходит плавно это одна глыба в песчаник как это произошло почему такая твердость появилась где-то стекло появилась а где-то просто остался песчаник это один хребет и там конечно же вот это есть каменоломня мы туда зайдем еще попробуем там чего-нибудь сколоть и а пойдем по южной стороне понизу там мы не ходили может быть что-то еще интересное увидим в общем мы походим ну и как всегда мы погуляем а что интересное увидим мы вам покажем выключай решил выйти сюда на самый верх или азот не был этот первый раз один был показать зимний пейзаж зима конечно вот сейчас я совсем не скучаю но в детстве конечно не это очень нравилось лыжи санки коньки хоккей я крепости строил пещеры в сугробах рыл горки делали заливали такие что там покататься ой-ой-ой просто было такие скорости особенно если встанешь еще на коньки и по этой горке ну это своего обрыв такой пологий в реку из нее с такой скоростью съезжаешь что аж ну вот как скоростные спуски лыжные есть горные и вот ты едешь у тебя ноги точно также работают туда колени как амортизаторы трясется вот этот у нас лангенштайн там вот облачность ушла туда далеко тут солнышко вышло как бы сейчас как раз красиво так прикольно сейчас мы по южной стороне обойдем надеюсь может быть что-то увидим интересненько и надеюсь что-то попадется а потом уже заберемся опять на ту верхнюю гору туда и там посмотрим что там интересного есть как всего по кругу показали посмотрели и пошли да по моему мы слишком рано свернули сильно вниз пошли кстати облачно было когда выезжал я взял ходе включил ну в принципе решил так оставить надо хоть посмотреть как она в ходе качестве снимает что-то мы совсем вниз уходим я вот тут уже дорогу вижу я на сейчас покажу вот она булыжная дорога мы совсем низко ушли да да у меня такое впечатление тоже что мы вообще сейчас на дорогу выйдем а нам этого не желательно хоть обратно возвращайся слушай да мы вниз уходим там лучше вернуться пока не поздно вот этот вот эту гору перейдем а там будет тоже направо уходить это я помню к возвращаться пока то подъем у нас будет потом опять затяжной так мы нашли по дороге интересную прожилку прошлый раз почему-то мы ее не заметили хотя идем тоже еще дорогой ну это и заодно ну вот смотрите какая она зигзагообразная и заодно вот ведь то я показал победит показал вот металл я увидите заточил немножко как пирамидкой да легонечко ну попробую чем сколоть металл искры не знаю на камеру видно нет искры фигарят и но и пирамидки и пирамидки мои соответственно уже нету все она сточилась он несколько ударов и моей заточки нету понимаете это песчаник какой твердости да и вот эта прожилка вот прикольно но она так практически такая же но такой рисунок прикольно получился почему-то ладно идем дальше идем немножко уже по другой тропинке тут мы по хребту шли сейчас чуть правее такой булыжник нам попался огромный стоит главное вот туда как поставил или как или он сам так стал куча надписи на нем тут что-то у нас написано так кто у нас по-немецки хорошо понимает читайте я плавненько проведу где надо паузу ставьте все можете прочитать но если не лень можете даже в комментариях написать мне за точно лень будет или вернее честно говоря переводить это такое дело в тем более немецкий если у меня на яндексе стоит переводчик я могу на английском смотреть например фильмы включить перевод и смотреть уже на русском все нормально если я иногда включая немецкий а я же все равно его хотя бы частично понимаю то иногда там до смеха переводы вот такой вот немецкий язык он ну не хочется оскорблять ну блин он мне не нравится тут столько всего непонятного так тут тоже надпись а я не вижу водами все же приближу вот так видно можно паузу нажать так тут что у нас тоже надпись опция не вылезает сейчас ставим всю где гору и что-то тут у нас так больше тут не вижу ну высокие да а ну-ка или а ты можешь не снять меня возле этого камушка чтобы понятно было какой какой камушек большой чё отойти не можешь даже них от него не влезает скам снимаю снимает все записывается отходи еще дальше еще дальше от иди тебя же сзади место есть а кто его вот так поставил или он сам так встал камень влез ну все выключай все сделала круг полностью метров пять наверно высотой полностью круг сделал больше надписи нету все идем дальше будут когда-то сад был вишня черешня представляете летом и когда они деревья но сейчас видно что много слезу засохших почти все но большая часть по крайней мере я представляю как тут классно было когда вот они все красненькие висят и видончик тут ну и сейчас как бы тоже красиво так что ты у нас ветерок поднялся слушай ну вообще смотрел там от 9 километров в час и порывистый до 26 что такое поэтому я как бы к этому готов ладно пойдем дальше тут я решил уже почти дошли правда долго идем по одной тропинке пошли идем-идем понимаем что она нас самый низ уводим вернулись потом шли-шли по новой тропинке потом по новой пошли опять вниз ушли поняли что она самый низ уходит опять вернулись в общем мы два раза возвращаемся новая энергия тут что самый прикол у меня так одно второе включение до этого было уже одного деления не было потом я включаю предыдущий раз у меня батарейка опять полная представляете какая тут энергия ну вот сейчас опять одно деление ушло так вот что я хотел показать я тут первый раз показывал плохо показал потому что у меня тут вот это защелка блин была не выключена которая мне рисовала замок а я не мог понять что за замок я тут снимать не мог толком вот по моим ощущениям вот тут вот этот вот в перешей ок он искусственный вот он он не широкий буквально тут несколько метров и то есть тут в лево ущелье тоже уходит вот такое вот это явно искусственно сделано кем-то когда-то прикольно и сейчас мы уже я тут нашел черную функцию где горизонт я сам могу регулировать представляете его так могу сделать так могу сделать а то в прошлый раз у меня сюда когда-то горизонт включаешь наверх начинаешь подымать и горизонт уходит теперь я сам могу это делать так мы тут уходили да вот по этой тропинке вот тут она пошла туда на самый верх сегодня мы пошли правее ну короче мы уже третий раз на право уходим нет четвертый точно четвертый раз на право уходит но энергия друзья тут вот прям мы прошли уже сколько два возвращения причем такие приличные усталости 0 вообще прикольно ну и мое тело такое стало совсем теплое ну как бы я еще не потею но я понимаю сейчас бы вот пошел на самый верх наверное я начал потеть но это от одежды где-то может чуть-чуть синтетика есть да кофта у меня точно с синтетикой это ладно это дело другое факту что мне так тепло хорошо вот тут еще какой-то выступ ну как бы знаю на него идти не вижу смысла там ничего такого не вижу я сейчас мы пойдем сюда а тут потихоньку вверх уходит но мы хотим в общем эту гору вот эту самую высокую 300 там с чем-то она метров ну как бы высота вроде фигня ну когда тут просто если по прямой идти тут несколько подъемов получается хребтами идет ну возвышениями холмами этот хребет ну и как бы по прямой мы тогда шли довольно подустали хотя хорошо себя чувствую обычно у нас в таких местах подошвы горят то есть ты вроде чувствуешь что должна усталость тебя появится ты тебя должно там где-то как бы посадить чтобы ты мог отдохнуть а нифига идешь и идешь и тут высота ну тут высоту как показать тут кругом лес нифига не видно ну нормальная высота скажем тут уже близко к 300 вот туда на самый верх может еще метров 30 на самом верху ладно все идем дальше будем смотреть что у нас дальше будет попадаться тут еще вот такие короткие восхождения у нас есть мы прыгаем если их еще посчитать могут с такой вот этой стеклянной коркой да вот то что мы говорим про жилки да у него просто чуть назад не свалился вот искры сразу летят интересно на камеру видно искренне ну стекло реально офигеть илья а победитовая у тебя да айда сюда сейчас я 2 пока посмотрю я почему повернул сюда ну что с тропинки мне показалось вот этот угол кого-то он срезанный или сколотый когда подошел ближе фиг вам оказывается нет хотя вот тут видно тут что-то кололи дробили вот кучка осталось ну в принципе мы даже ну тут можем и не ходить мы можем это все тут попробовать так сейчас я выключу курсу из мусоро вот я взял победитая но это еще такое слабенькое давай сюда поближе потихоньку мы попробуем сначала уголок сколоть я думаю он сколется потому что но если стекло вы будете колоть то оно должно сколоться блин я хотел побольше отколоть знаешь но офигеть просто понимаете какая у него твердость это победит это не имеет на друзья когда мы смотрим на какие-то обработанные вещи из гранита я просто обалдею с вот этих приколов где там говорят железом еще чем-то вот это можно себе взять на память но это температура ну в общем стекло стекло да но 1700 градусов да но чтобы вот это получилось тут минимум полторы тысячи надо ну может 1400 я не знаю но в общем температура какая-то нужно невероятно потом мы видим то что верхние камни у нас вот такие короче точно как как стекло колется которые пониже те песчаник и вот я показывал говорил уже стекло потом вот такое а потом просто песчаник одна глыба то есть все солнышком так напекло наверно солнышко близко плетело припекло ну в общем то мы не знаем что это выключай пошли дальше ну по поводу сверления в первых видео показывал дух ссылки кстати оставлю в описании можете посмотреть они там трехугольные есть большой диаметр есть поменьше на самом верху но если мы туда пойдем то я еще раз покажу они трехугольные чем как сверлили я не знаю я не находил такого сверления может быть есть я знаю что ребята вот изучая там токарку немножко я там находил ребята делают в определенном режиме до металле можно высверливать разные как это делалось камни я пока представление не имею трехугольный опять же в какое время это сверлили тут мы не знаем говорят тут камень добывали как бы когда вопрос ну ладно не будем особо на этом зацикливаться пойдем мы дальше по боковой тропинке где-нибудь может быть мы выйдем туда наверх самый вот уже 2 такая как как они называются были выскочила враг да как овраг вы ну явно это это не природная да вон потому что мы видим я сейчас вижу смысле дальше еще точно такие же это вот уже третье своего рода похожий овраг да здесь пошире не менее ровный тот первый вообще ровно был а вот уже 3 идет для чего это делалось но это тоже не очень ровно он там выше уходит куда-то вправо и прямо по моему там вообще разбилка похоже не там я вижу вот еще есть где-то чуть чуть дальше как-то туда не близко а этот много дальше все прикольно конечно не знаю чудо камни скатывали по этим чтобы они не раскатывались или как мысли там долбили вот этот твердый песчаник потом но он тут ни фига не скатится я вам так скажу тут он не скатится слишком маленький наклон но их тут много вот такими идет как стиральная доска весь вот этот склон как стиральная доска он такие они не ровные всякие разные но явно это не природа сделала скорее всего люди чудо тут вытворяли для чего вопрос а где край то я не вижу даже день заканчивается он там последние какие-то глыбже какие-то мельче вот эти вот поглыбли вырыты ну прям видно вот земля сверху грунт такое видно раз и камни пошли это видно что все срыто было вот такими вот оврагами небольшими вот отсюда я два вижу его дальше еще 3 вижу и все они заканчиваются похоже ладно сейчас мы обойдем эту гору с этой стороны посмотрим что там дальше у нас интересного будет нет тут тоже похоже вырубался песчаник но тут нормальный песчаник такой который мы видим очень много где очень встречается с правой стороны у нас очень круто и там похоже а тут наверно песчаник брали мое такое ощущение да да возможно песчаник брали потому что тут как срыто вот так совсем круто ну вот тут камни конечно покатятся разговора нет а там они точно они же не круглые на как они могут катиться не знаю для чего эти овраги а тут вроде чё один появился небольшой непонятненько ребята что это такое для чего это было сделано ну сейчас мы тут у нас справа круто все так вниз очень круто как будто кому-то выкопано снято очень много или срезана выдолблено кто его знает тем более сейчас еще снежок лежит совсем не понятно не все понятно но тут скалы пошли опять а а вот к этим скалам я бы хотел подойти сейчас я к ним доберусь посмотреть в какой они твердости мне интересно просто ради любопытства да друзья тут похоже тоже каменоломня была видим тут много колотого камня осталось еще не туда так вот эта скала выбрата я подошел в общем именно брали вот этот именно твердый камень для чего-то похоже именно вот такой уже песчаник который ну очень твердый где-то меня местами как я показывал он уже вот рядышком он уже остекленевший а это не наверху вот он вот это уже такое почти стекло так скажем это не вверх если там сверху тут и снизу интересно интересное кино я думал все таки что они в основном сверху кажется нет есть и по низу у нас и тут явно похоже его добыча была когда-то местами вот он коричневый такой но он да стекло блин фиг ему чё сделаешь железом железом ничего не сделаешь молоток как бы не самый мягкий металл но и не очень скажем так твердый так она пошел дальше я куда-то рубежом так то тропинка у нас уходит вниз очень вниз там вижу ущелье но этому может быть когда-нибудь следующий раз мы уже ходим довольно долго уже больше часа ходим еще неизвестно сколько проходим сейчас мы там скала сверху покажу такая огромная ну и там где-то наверху те скалы где я показывал втором ролике так а мы сейчас немножко поднимемся и пойдем наверно вот тут где-то пониже немного в общем сделаем такой вариант так пойдем потихоньку на во втором ролике илья читал суд каменоломня была и вот все больше и больше и больше я следов нахожу много колотого камня именно вот этого очень твердого наверно по твердости там знаю что то близко к граниту тут такие малепусенькие камушки ну как бы очень малепусенькие я так стою смотрю голову задираю на них как-то очень-очень они прикольные на а вот они тут коричневые вот это стекло там повсюду вот ниже я вижу то же самое коричневое вот это уже то что практически как стекло но следов вот именно резки нету какой-то другой обработки ничего такого мы не наблюдали по крайней мере по крайней мере пока сколько раз мы тут будем неизвестно но только следы сверления причем трехугольные странно не круглые обычно там круглые видишь как бы нет вопросов ну тут хребет вот дальше уходит еще опять же сколько он там идет не видно из-за деревьев где-то мы с этой стороны походу выйдем сейчас на этом а вот я под ней прям хожу оказывается я просто еще не видел вот она вот она там вот во втором ролике на эту тему вот там я стоял наверху и вот отсюда хорошо видно вот внизу песчаник а сверху я показывал там остеклянившие но опять же эти камни ладно могли упасть а те где я до этого подходил там похоже ничего не падало опять непонятка мы кажется под ней ходим тут давай с одной стороны еще походим раз уж забрали сюда более у меня все батарейка кончается 1 сейчас уже покажем туда писажи города почти не видно этом облака сверху там туда видать дальше типа тумана получается а вот камень он и остекленевший полностью вот как песчаник что тут металлом тут вообще ничего не сделаешь совсем ничего это молоток не очень мягкий металл но нифига он вот мелкие сколы делает на стекле больше ничего не делает так где-то там мы тоже ходили наблюдали вроде как пирамида не пирамида но отсюда смотрелась как пирамида ходили мы туда тоже посмотреть любопытно было но принципе там еще где-то были там были где-то я только не были уже у тебя простая советку зацепился тут даже очень круто так где-то тут у нас этот лагерь был отсюда не видно ладно так подошел к этой скале а вот отсюда вообще песчаник отлично видно просто вот прям песчаник песчаник идет песчаник песчаник и там на самой макушке раз и стекло все это тут где-то заберусь обходить уже не хочу там наверх есть ход где-то пришел прошел тут тут тоже круто и там круто давай тут зайдем принципе какая нам разница да сейчас по ее паразитая снег не я наверно вы а тут смотрите слоями идет слоями слоями ладно все выключаю наверно и покарабкались мы наверх ну вот тут подымался по склону нашел вообще чистое стекло представляете о батарейка опять подзарядилась мою опять два деления было одно вообще стекло обалдеть ну тут уже стекло практически тут мы забираемся сейчас покажу как арпинист по такому склону забираемся где дерево да я не думаю что раздвигает я думаю я думаю она просто выросла вытащили не факт что раздвигает такие глыбы я сомневаюсь но и не буду говорить что не может быть такого ладно ну тут вот один песчаник да вот ниже потом на нем вот корка сразу и рядом уже стекло такое камер это ну вот он один вот стекло жуки плавно переходит песчаник стекло чтобы было понятно что это песчаник нормальный вот он мягкий нормальный песчаник с которым я работал а это с этим нереально работает так тут надо с алмазным напылением что-то чтоб его обработать пипец ну как бы ступеньки для меня раз еще за ямка смотря она черная прям какая-то прям реально черная а там вода замерзла какой глубины непонятно так лет выдолбил что что тут произошло черная реально а ну-ка черную колется общих нет рядом оскалывается до стекло оскалывается да мы забрали совсем в эти дебри опять я знаю что были же показывал вот это на которой я стоял во втором видео отсюда лепота мы стоим на солнышке а там такие облака просто пипец или там туман или даже дождь идет где-то а мы стоим на солнышке красота ну погода прям под нас как будто бы говорит ребята езжайте я вам сделаю красоту обалдеть а тут дерь а дерево на него очень старое дерево упала и она вот такое стала результате ну красиво обалдеть ну-ка приблизим хайбристат его видно вообще хоть не тут как бы мне на монитор засвечивает солнышко я вообще почти не вижу нифига блин а нифига не вижу так-то мимо монитора я вижу на мониторе нифига не вижу но угад снимаю что попал в кадр не попал не знаю друзья так что не пишите как-то вот делают они на телефонах значит против солнца ты можешь снимать а вот на этом если я сейчас против солнца повернул мы тут ничего и не увидим блин раз вот идию лицо наверное не видно уже все шапки он такой крутой ты смотри у меня даже батарейка не умирает них не убивая представляет я да я я уже думал все это стабилизатор не включил думаю все она должна сдохнуть одно деление она не кончается вот это я не знаю что тут произошло как ну тут же как бы лед у нас немного холодно и вот это как это что тут вот это черное как будто чем-то тут какое-то воздействие было непонятно выжигали тут чем-то тут вообще ходить можно слушая она не скользит слушаем вот как забыли же покажу как вот это вот вот это прям чернота надо как-то отколоть его слушай себе так сейчас и победится все выключу пока возьму победит его искалю себе кусочек смотри у меня опять два деления представляешь пока выключена была пять минут пока я вот эти кусочки откалывал у меня опять два деления батарейка зарядилась короче я не знаю как это видно на видео будет ну вот что могу то показываю надо было и леска за счет он включил когда я кое-каких скалу я не знаю что тут какое-то точечное воздействие что ли было кого-то чем-то каким-то невероятным лазером тут бью стабилизатор у меня висит тут я его не включал даже каким-то невероятным лазером прожгли то есть вот так вот тут чуть-чуть зацепили я почернела прям и тут остановилась и все выключили то есть нечаянно как будто сюда раз вот так и где это еще а тут вообще точечного под ногами двум и все но ее просто так все выбрался я оттуда куда-то не знаю куда лепота красота среди бегущих лет и отстающих они я не полезу на этот камушек он весь и не им покрытый ну ладно кто хочет посмотреть там будет второй ролик он генштайн там вот этот есть момент где я покажу это одна глыба в одной глыбе три твердости камня стекло а потом вот эта твердость там вначале я показывал долбил а потом идет нормального внизу видно он весь исцарапанный нормальный песчаник и все все батарейка наконец-то у меня сдохла кое-как я ее добил но она еще не выключается представляешь то есть у меня уже все стоит красным а запись идет это как вообще возможно мне интересно потом это по времени отследить сколько она вообще снимала тут потому что я знаю больше 40 минут не держит это батарейка она выключится вообще или нет сколько я должен пейзаж вам показывает друзья обалдеть красная батарейка и не выключается что за чудеса такие друзья ой ладно ловите энергию тут ну ощущения такие приятные я со всех сторон покажу похожу тут еще сюда вниз покажу туда вниз покажу камушки батарейка у меня красная не выключается прикол такого ничего не обычно после одного деления как одно деление последние исчезает она бумс выключается а это стоит все красная батарейка перечеркнута и запись идет на какой энергии вообще не понимаю смотри сколько уже я заколебался уже друзья мне теперь интересно да я вижу я это хочу теперь добить ее она должна выключиться запись идет все время я уже не знаю что снимать тут вид прекрасный да согласен хочется посмотреть когда батарейка выключится зима ее такого я еще не видел ни разу то есть сейчас на камера работает на энергии горы получается половина до я думаю это не как бы штат это наверно просто его так а может быть вообще-то принципе тут буквально каких-то 10 километров ну может быть да я не могу спорить и правда его так где-то мы тут видели пирамиду кстати зимой ну вроде у меня обувь нисколько я там чуть не навернулся но успел среагировать реакция еще есть но детей конечно все равно уже не будет все-таки 56 лет это ладно в общем думал это снег налип на подошвы ясно ставим наступил на камень который как стекло и поехал окажется нет некоторые камни просто обледеневшие такая вот фигня ну короче пирамиду сейчас вообще почти не видно там такая дымка практически не видно хотя вот тут левее где покажу вот тоже много так ну острая гора да что то есть такое это не значит что там пирамида кстати это где гора там я кстати небо надо будет как-то еще туда сгонять да да я вижу я это видел и когда я вот тут в этот бывший концлагерь ездила оттуда видел еще тогда приметил на на мы еще когда-нибудь туда доберемся еще все впереди в общем зимой оказывается опасно немножко можно так споскользнуться что ю ю ю ю ю ю ю наверное маршрут еще сделаем илья посмотрит интересное то что я первый раз смотрел без него он посмотрит а я еще раз запишу сейчас мы тут найдем этот знак это ну вроде как пожарная будка типа хотят но если деревья были то тут нифига не видно с этой стороны по крайней только сторону хольбрштадта вроде написано что она типа пожарная была так тут я наверно не пролезу офигеть как не с другой стороны надо обойти хотел показать эти сверления кому может лень будет смотреть там эти ролики а мне да я все равно тут мы смотрим очередной раз как бы отснять меня это не проблема смотри какую арматуре ну тут забубенили туда для чего-то что тут крепили интересно сейчас сначала покажу с той стороны вот эти сверления но этот маленький диаметр был а там первом ролике я показывал конечно там вы такие более крупные где-то почти в два раза толще диаметр был блин тут снегом немного запорошила льдом ну такие они вот видно четко что они трехугольные вот но это маленький диаметр там вот такой где-то диаметр был намного больше тут вот три штучки есть не знаю что-то попытались наверное не смогли не хватило силов или чего или мощности машинок или то что диаметр не рассчитали слишком маленький взяли ну короче отколоть не смогли видать бросили это грязное дело узенько так сейчас вовнутрь зайдем еще разок быстренько все равно тут быстренько покажем что там внутри такая обзорная будочка четыре окошечка дверь такая ну толстый металл такой конечно у нас толще были напомню ну по крайней мере в армии тут кстати внизу что-то железка лежит что-то закрытая ну не знаю может там может электричество сюда было или чего не знаю подымать ничего-то и честно говоря не хочется по нифига как хорошо видеть даже без фонарика но тут бетон осыпался это к слову технологиях железобетона и вот кто-то мог стоять вот на этой площадке но хотя кто-то низкий я например стану мне будет крайне если стул поставить да и вот все всех сторон там с четырех сторон такие окошечки но почему-то с решеткой через решетку неудобно смотреть но явно вот кабель тут значит электричество все-таки было сюда проведено или где-то стоял тут еще генератор и вот это вот я не знаю ну не канализация же блин поднять что ли все таки если она поднимется конечно ну заглянуть я смогу сейчас я выключу пока фонариком посмотрю там что расскажу потом короче поднял эту металлическую пластину немного рука туда не влазит у меня и выше поднять не могу так заглянул но к сожалению там листья и ничего не видно даже глубины не видно какое-то короче не смог я посмотреть к сожалению не подымается она кирпичами она подперта но при желании может быть если еще тут буду при желании можно поднять конечно надо вот эту переднюю часть сначала поднять как-то вытащить но это надо не знаю отвертку какую-то там нож у меня есть твердкой ну попытаться если можно достать просто сейчас холодно все холодная неохота ковыряться может быть если буду тут еще может быть посмотрим лепота о красота есть люди высоты боятся а мне почему-то прикольно вот так стоять не смотреть сверху вниз красиво стою высоко гляжу далеко вот только крыльев не хватает и крылья вы сейчас бы как взмахну а чё на алюминиевом этом штуке было что-то было когда-то тут что-то краской на нам уливали а тут смотри какие тут раз и что-то не обратил внимание не видел эти железяки какие тут зафигарили то есть за сверлились тут не туда забетонировали такие мощные ступенька думаешь нафиг его знает может быть ступеньки были проделаны может быть чтобы туда на этот ваг шток что-то вешать я помню там сидел а я туда немножко проходил ладно все мы тут вроде все показывали эту стену пойдем мы обратно потихоньку дам в ротике еще походим я посмотрю на на видео конечно этот склон не видно какой он крутизны но по снежку хорошо еще его мало я вам скажу но это еще более-менее башмаки цепки идет местами скользит там да там лед был на камне поэтому конечно поехала нога но спуск оказался гораздо тяжелее чем подъем в общем ноги постоянно в напряге потому что не знаешь какой момент она может поехать нога и вот идешь и мелкими шажочками перебираешь это дело ну вот и все вроде спустились преодолели этот участок понятно что он кристаллизовался и может чудесным образом непонятно только потому что где-то снизу где-то сверху причем песчаник то где-то снизу остался чистое стекло я вам скажу это вообще и вот это один камень же да ну тут трещина просто а тут вот нормальный песчаник нормально это один камень вот он песчаник и вот он ну по звуку даже слышно все молоток в дрова пирамидки не осталось просто он это тупейший стал ну конечно можно еще геологический молоток купить опять же с какого он металла насколько хорош что-то металла не знаю но я как бы не вижу смысла можно попробовать просто вот этот острие заточить и попробовать закалку сделать но блин закалками я не очень можно переделать и он просто расколется хорошо надо посмотреть как закалку правильно сделать с отпуском чудом дуб вообще он то ветка срежу вообще-то заметил вот где мы ходим везде много деревьев закрученных каких-то бывает сосна у даже на тех горках пять пальцев там тоже я вот кстати запомнил некоторые как бы этот вообще смотри как да я их как бы в наблюдении себе оставил что с ними будет дальше происходить после того как мы там все сделал это все там чтобы энергия там положительная шла тем более мы туда часто ходим но понимаю что это быстро не произойдет может быть изменения будут там через несколько лет посмотрим понаблюдаем живы будем не помрем поглядим а сегодня мы решили так последнем ролике здесь мы были могут поэтому ущелье и ушли в деревню а вот поэтому хребту мы не проходили сейчас мы проберемся по этому хребту а там кстати смотри какая-то крыша типа будочки чудо дать от дождя но что самое странно тропинки я тут прошлый раз не видел чтобы как-то натоптано что-то может пацаны какие-то сделали все может быть не охотники нет конечно ну тут дверь сверху бамс бамс что-то на скорую руку такую халабуду но скорее всего пацаны тут совершили что-нибудь себе такое прикольное а тут у подножия у нас деревья деревня и тут дерево вывернуты смотри там сплошные камни на корнях то есть тут такого слоя как его через чернозема практически нету почти сплошной камень она пойдем дальше на слушаю на на как будто что-то там внизу пусто кого-то что там внизу есть под землей ну и как бы да это чувствуется четко блин гремят какой-нибудь пещеру блин на это вот эти коричневые до которые вот на 5 пальцев я которые смотрел от они они прям тут вообще круглые прям и они тут черные черные есть коричневые а тут дырки сады такие дын 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 сейчас мы один попробуем это отколоть молоточек то есть да вижу вот тут шагри с этой стороны еще дырочках да вот этот которая внизу потрогал его тихонько аккуратно искали попа засыпался да ты чё внутри песок внутри песок ну когда я покажу песок где он потом внутри такой коричневый песок на искаловал да есть это вот эти вот есть огромные такие да каких сферы там называют не помню это миниатюрные такие но в принципе у меня есть . мне еще на пускай лежит дальше так ладно идем дальше вот еще одно дерево такое сосна вся согнулась закрутилась но потом видать ветром ничего и свалило и она даже камень немного приподняла да есть немного приподнятия камня явно но закрученная у нее верхушка была у ее как сильно так сейчас мы до груди к доберемся шли мы шли вот в той горы где он нам далеке острая вверх-вниз вверх-вниз уже три часа ходим и опять пришли к этой деревне но перевести как длинный камень что-то ангель что длинный камень так сейчас мы по моему деда тут в курс да скоро наверно солнышко закончится у нас ладно пойдем в грудь икс ходим посмотрим я и он был я правда не помню уже тут кстати тоже вещь местами чудо вроде как либо провалы либо что-то вырато было выкопали на какие-то ямы непонятные совсем странные вот тут а тут я показывал тут похоже гротик был сюда первой части показывал я туда пытался еще загляну там далеко не видно правда тут обвали на все поэтому вот идешь иногда и под ногами там где-то чувствуешь пустоту не стоит особо удивляться так есть правда не помню где теперь грот сейчас пойдем искать его ну тут я тоже показывал остатки это в первой части лангенштейна там будет ссылка в описании там я ходил тепло было еще все зелено виды другие тут стены были шли вот тут вдоль и местами выглядит как вроде тут еще два рубежа было там она вот с той стороны если мы туда выйдем в эту под этой аркой там вот как бы чем-то вырезана выкопано ничем не понятно совсем довольно так ровно выглядит местами песчаник снятый как бы тут вроде как первый рубеж был да а тут уже вроде как 2 рубеж да ну тут там если вырезана стен на никаких не видим тут остатки такие вот примитивные такой кладки а раствор кстати непонятно какой вот песок сейчас он просто чистый песок сыпется это есть не сарай так что это че а че он еще держится так странно не на известняк используют непонятно а тут возможно что-то сооружение какое-то было да ямина какая-то огромная огромная ветер где-то поднялся над нашими головами гудит ладно пойдем мы сейчас где-то мы наткнемся на этот еще на грот да и когда я вот говорю вот такие яму выглядят как провал и я не просто так говорю что они выглядят как провал они потому что действительно выглядят как провалы и местами мы можем увидеть то что там вот этот провал он не просто так тут как раз вот вход в этот грот и там можно вот часть этого провала увидеть что он просто там обрушился так ладно сейчас выключу мне надо этот фонарик включить я надеюсь он открытый прошлый раз был открытый открытый и вот я показывал только что провал тактик кнопка с другой стороны вот этот провал его хорошо видно вот он вот он вот только мы показывали сверху вот кстати видишь стены сделали как ровно а чё к чему вообще непонятно там какой-то 3 прямоугольник но он явно там туда глыб же был кстати ты под камнем стоишь он так висит стра странно да какой момент когда он обвалится может известно там короче все так прямоугольна сделано на фига тут какие-то остатки трубы непонятненько конечно это дело так блин как выключить то те включайся уже выключен и тут подожди отдыха я покажу что дверь то если кто не видел в никуда ну тут пропасть короче но если тут предположить что когда-то что-то деревянное было пристроено не знаю а может быть и каменно а потом все это растащено на строительство там домов сараев и так далее всего может быть но в данный момент просто пропасть и если вот туда вниз смотреть много метров тут я стою где-то на пятом шестом этаже если не выше ну как бы довольно высоко ну по высечке конечно тут нету это как бы вопросов да тут как бы нормальный песчаник его долбили видно да где-то отвалился понятно что он откуда сверху может отвалился непонятно видать много раз что отваливалось она пойдем дальше да все у нас дверь закроем что собственно возникание во все пойдем там там кстати вырезы такие тоже прикольные непонятные там тоже вырезано так человек чему вообще непонятно вот тут прошлый раз я говорил странные вырезы как бы вот виде лавочек оставлено по обе стороны но если предположить что тут что-то еще лежала на вот этих вырезах все может быть да что-то для чего было сейчас конечно у ее просто скользко иногда сейчас конечно непонятно так ну в этот год я заползал больше не как бы не хочу заползать первой части к тому интересно можете посмотреть ссылка в описании будет чё посмотреть сейчас конечно это восторгляясь тонко а что это изначально было до слив воды какой воды откуда вообще ниоткуда это вообще тупость полная да там же знак стоял что это опасность есть вот этот грот тоже в первой части кому интересно но к сожалению там дальше нету это прохода мы сейчас наверно еще вот или я покажу грот и чё там залазит ничего интересного я вам просто покажу вот эту квартирку прикольная в гроте вот она так выглядит снаружи тут по бокам типа соратчиков пределами там 1787 типа ну вроде как бы ну все может быть я ничего не говорю не исключаю может быть позже это просто цифру нацарапали в любое время можно нацарапать тут короче можно зайти посмотреть пол кирпичный такой пол памс анарик включен для лучшего обзора тут зал типа ну мебели к сожалению не кровати ничего тут что вот это было для чего наверное ванная вода там выдолблено или заложено кстати прошлый раз не посмотрел нет просто подмазаны видать вот эти ямки все просто подмазаны тут видать типа кухня ну тут еще кстати печка осталась вот такая переносная короче но с другой стороны тут печка такая нормально еще вложена из кирпича правда трубы нету трубу кто-то развалил разрул разрушил а ты думаешь на я не уверен я уверен да ты папа ты представляешь сколько тут дыма будет ты думаешь хочешь сказать что я все вытянут на тяга тогда вход тебе надо под дверь открытую держать я думаю все кто-то труба была это мое мнение ты можешь не соглашаться я могу с тобой не соглашаться наше право ну вот здесь где-то 1936-ой любой год можно нацарапать короче любой год можно нацарапать это принципе неважно что тут по нацарапали вот тут фотографии еще старые да ну вот этот видов здесь же после 16 смысле в 1916 ну да почему нет в те годы запросто и раньше могли тут жить а там вот дальше какие-то там поскромнее конечно закроешь или отхижен тут тут дорога закрыта дальше у вас орлистом ну проехала откуда вода то откуда здесь столько воды взяться и нафига такой широкий тут закрыли она мы пойдем через вера да и наверное или как через деревню чуть мне не охота идти я захотел не тут нету прохода надо обратно идти прохода нету все везде закрыты но вот это ну вас орлистом к это блин кому это это все равно что медными зубилами гранит обрабатывали написать то же самое тут и вас орлистом написать такая же глупость не знаю мы короче что тут было ну как вы видите по обе стороны как лавочки да тут походу еще типа грутика чудо было но если тут еще выше было может и крыша была может быть тут типа пола было да и фиг его знает вообще что короче пишите свои идеи в комментариях что в этом водостоки как бы типа водостоки могло бы быть на самом деле потому что воде тут в таком количестве в тем более просто неоткуда взяться потому что тут вот уже все практически вверх горы откуда тут воде столько взяться ниоткуда кругом сплошные гроты причем многие обрушенные тоже в первой части я сквозь вот этот проходил кому интересно на первую часть я там их оставлю по порядку в описании 12 а тут тут я не проходил как бы обходил сейчас решил тут пройти уже такая глупо стоит под наклоном не знаю как она тут так стала валялась откуда-то или как наверное наверное отвалилась огромная просто гигантская блин я заблудился не хотел илье показать эти бурение большого диаметра тут все в гротах многие разрушены просто кругом одни грот и грот его там вот которая снизу показывал год вот туда в те гроты выходят вот это расщели на огромное когда-то она треснула откололась в общем сколько лет этим гротам где это усилия по которым мы только что ходили вот там где-то внизу на вытянутой руке показываю наверное видно так а слушай я не помню теперь уже где проходил чего опять через грот проходить что ли не через него честно говоря не хочется идти там он такой весь а походу тут прохода больше нету да все разрушено все в надписях короче говорят обращайте внимание на надписи ну друзья тут столько бредовых надписей если на все обращать внимание я понимаю это как бы могут быть надписи и полезные быть ну блин сколько время надо потратить потому что тут каждый пытается подписаться зачем-то я не знаю зачем вообще представление не зачем подписывать себя где-то или свой город ищу чудо на какой-то скале или еще на чем-то тут тоже явно крот был как под таким огромным камушками я нахожусь или ты идешь или а он другой дорогой пошел что ли не тут ну падают вот такие камушки конечно на камеру наверно маленький но он огромный на самом деле если он упадет то раздавит просто мне еще поясница чуть-чуть побаливает чуть совсем отпустила видать опять накопилась мышечная усталость и поясница но массажами как бы немножко предотвратил это чтоб не было вот это по-немецки называется хексеншус ведьмин выстрел чтоб его не было когда вырубает свою спину и ты потом это на четвереньках в туалет ходишь то очень неприятно но еще чуть-чуть остаток есть какой-то или а ты где что-то или я потерялся так ладно сейчас я подожду илью найду его дальше пойдем я кстати что-то раз хотел сказать и забыл когда первый раз на этой площадке был на такой высоте тут кроты понарыли на этих бугорков все в бугорках ну тут у нас очередной еще провал явно в какой-то грот слушай а там труба это походу где вот эта квартирка да видать рядом еще что-то было дать когда-то обвалилась вот на такой высоте кроты тоже балдеют круче так а как я сюда первый раз забирался тут где-то между этих камней первый раз я тут где-то пробирался сейчас мы найдем дорогу все равно найду эти где бурильные вот эти остатки хожу на среди этих скал блужу блин не мог заблудился где-то я тут ходил и следы бурения было трехугольные большого диаметра а я теперь не могу вспомнить даже где тут ходил в общем хожу тут кругами среди камней фиг его знает где это было что-то у меня такое впечатление что я теперь уже не найду а у илья я практически нашел где-то вот я чуть вспоминаю где-то тут сейчас сейчас найду точно найду где-то тут среди скалы облудил блуде как сейчас этот крыши уже он у меня почти под ногами где-то тут были бурения следы бурения хорошо помню только не помню где опять я на обледеневший камень стал вот они сколы это над крышами чуть-чуть прокатился как на горке по камню и я встал перед ну я нафиг иди сам короче хана в город не пожал обошел его вот эти следы бурения тут скололи вот этот он почти как гранит по твердости сколоты и тут еще сделали ограждение дать когда-то ходить можно было но я там снизу где-то что-то показывал откуда с дороги что ли нифига тут не видно короче туда вниз а были следы четкие прямо такие как он в камне вот пробурены я вроде хожу по старым следам а найти их не могу ты тут не поехал ты представляешь ну конечно их немного было вот чем самый самый прикол но хорошо помню что они были но самое главное я не помню дорогу но друзья если я не найду переходите по ссылке на ролик 1 вот тут можно пролезть но я точно там не лазил по моему ты слушай тут все обледеневшая блин солнце нету там где солнце как бы подтаяло акте солнце нету все обледеневшая даже просто земля обледеневшая как бы ходить совсем тут опасно стало так я везде смотрю и нифига не вижу а я помню что я где-то тут видел их хорошо и что они где-то он дальше не блин ты спускаться не буду на фиг на тут все обледеневшая туда точно навернуть не пошли вот тут где-то спустимся где солнечной стороны ну и нафиг найдем не найдем короче я нифига следы бурения таки не нашел забрался на какую-то площадку а тут такие огромные булыжники свисают ну смысле они не свисают некоторые свисают некоторые просто стоят и тут такого впечатления что кому-то сейчас во двор загляну ну точно тут вот уже домики там вижу у меня под это под ногами практически сарайчики иду домики там короче следов я не нашел милости просим на ролик номер один кто хочет посмотреть трехугольные бурения где-то они там были ну может еще сам внизу мы посмотрим может и внизу не помню блин вот бы ну что время то прошло сколько я после этого уже проехал мест ладно пошли спустимся если там на нижних камнях нету значит только в первом ролике сейчас я покажу их или не покажу значит первом ролике все пошли мы вниз а кстати озеро это замерзла все во льду какой прочности лет не знаю ну проверю может быть нормальный покатаемся на коньках которых нету ну короче тех следов я не нашел поэтому кому интересно вот один только на сколе а именно вот у вас сам как бы уходящий вглубь я их не нашел все облазил но тут принципе видно что диаметр намного больше и видно что он трехугольный вот тут скол короче вот тут каким-то бором который трехугольничком борец было пробурено ну там где-то я находил почему-то сегодня я их не нашел не знаю почему вроде тут все густо довольно прошел так или я пошел на коньках кататься смысле на ботинках я тоже покатаюсь если не провалимся но если чё спасатели вызывайте мы попробуем что такое ручей ну дождей я говорил на поля все позаливала в ручей такой сейчас очень бурную прям в мощь такая так а вот где лед потрогать я даже не знаю сюда как-то все обрывисто довольно ну не может быть все таки морозики до минус 15 доходили должен был замерзнуть нормально вот тут я могу попробовать в принципе камни страшно друзья потому что еще когда прозрачный вообще страшно водоросли видно сквозь лед а там чё лежит птичка что ли замерзла или чё это а ну-ка где она нам сейчас ближе подойдем посмотрим кто-то за замерз или тряпка отсюда непонятно но в принципе то я могу по льду ехать блин по прозрачному льду я вам не хальбурштатовские озера там замерзали там лед 10 сантиметров отличный дёрт держит идеально в принципе 8 уже держит хорошо а он с как стекло и на него выходить просто страшно тем более там вот на третьем глубина там в то время было по моему 12 метров тут-то ладно тут мелко тут не утонешь блин намокнешь только не хочется это точно птичка какая-то замерзла ё-моё а шо ж ты не улетела ты на юга точно издалека было непонятно стояли гадали то ли тряпка то ли что сейчас видно хорошо видно замерзла а чё ты на лед боишься выходить а он пипец да он твердый пипец он даже не трещит представляешь и коньков нету у меня коньки были но лед редко так бывает и выйдешь на лед покатаешься а потом неделю без ног блин поэтому я их то ли отдал то ли выкинул не помню короче сбавился ну все на этом все наша прогулка закончилась всем удачи счастья здоровья пока а а а а а а ПЕСНЯ Хоть поверьте, хоть проверьте Это был чудесный бал И художник на манжете Мой портрет нарисовал И сказал, мудрец известный Что меня не лень Композитор пел мне песни И стишни слагал поэт Па-ра-ру-рам-па-па-па-да Па-да-па-па-ру-ра-ру-рам Па-да-па-па-па-ру-ра-ру-рам Па-да-па-па-па-ру-ра-ру-рам Хоть поверьте, хоть проверьте Так плясала я кадриль Что тринадцать кавалеров Отдышаться не могли И оркестр был в ударе И смеялся весь народ Потому что на рояле Сам король играл гаву Па-па-па-ра-ру-рам-па-па-па-ра-ру-рам-па-па-па-па-па-ра-ру-рам-па-па-па-па-па-па-па-ра-ру-рам-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па- А когда мой сон растаял, как ночные облака, На окне моем стояли два хрустальных башмачка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок